С одной стороны, да, учение. Из маневров перейти на военные действия очень легко. Достаточно несколько неудачных выстрелов. Ни Азербайджан, ни Турция не заинтересованы сегодня, чтобы такое произошло. Эрдоган каждый раз повторяет два государства, один народ. Ситуация в Азербайджане очень сложная. И вот эта военная риторика, которая все время была у руководства Азербайджана, они сами себя как бы загнали в угол. Турция – это единственный, как говорится, участник разговоров, который в открытую сказал, что мы поддержим Азербайджан вплоть до военного вмешательства. Дорогие друзья, добрый день. Все знают о том, что Азербайджан и Турция начали беспрецедентные военные учения, как на территории Анахичеванской автономной области, так и на территории непосредственно Азербайджана вместе с Турцией. Говорят о том, что таких учений за всю историю еще не было. И вот о целях и задачах этих учений мы поговорим с депутатом КНЕС, это 15-го созыва, и политологом, израильским политологом Александром Цинкером. Господин Цинкер, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы, наверное, тоже следите за новостями, вы смотрите, все-таки Турция – это важный, скажем так, партнер Израиля. Там могут быть отношения разные, они могут варьироваться, но все равно это важный партнер для Израиля, скажем так. Партнер, если отрицательные тоже бывают партнеры? Ну, я думаю, что да. В данной ситуации это скорее отрицательный партнер. Учитывая наши сегодняшние отношения между Израилем и Турцией, именно политические отношения. Кстати, экономически они не стали хуже, вот это, как говорится, ничего личного, чисто бизнес. Но политически у нас сегодня отношения довольно-таки прохладные, если не сказать больше. Поэтому я и говорю партнер, потому что все равно связи экономические, в принципе, развиваются между Израилем и Турцией. Ну и, собственно, Азербайджан, который тоже является партнером Израиля и с которым тоже товарооборот существует, продажа оружия, газа и так далее. Вот, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот эти учения, которые происходят фактически недалеко от Израиля, не так уж и далеко, они, как на ваш взгляд, направлены? То есть, какой-то месседж хотят этим, собственно говоря, кому-то направить? Или же там есть какая-то другая причина? Ну, во-первых, ничего такого особенного нету в учениях. Они в прошлом году были учения совместные, и в этом году учения. Я не отслеживаю количество войск, которые туда было направлено, может быть, действительно больше, потому что там будут отдельные учения сухопутных войск, а отдельно еще дополнительно участвует и авиация. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, учения, но очень много деталей. А вы знаете, да, выражение «дьявол таится в деталях», то есть, вот можно поговорить о каких-то деталях, начиная с того, что армия, очень военные, были передислоцированы в Азербайджан намного раньше начала. Там за неделю уже войска были в Азербайджане, и учения еще не начались. Они вот только начинаются, а они там, значит, находятся. Более того, 10 августа должны закончиться учения. Но у меня, да и, по-моему, у ряда экспертов, складывается на шее такое убеждение, что эти войска не будут выведены вплоть до окончания военных учений «Кавказ-2020», которые будет проводить Россия и частично Армения, как участник ОДКБ. И вот у меня почему-то такое ощущение складывается, что Турция оставит эти учения «Кавказ-2020» должны начаться где-то в конце августа, по-моему, в начале сентября. Так вот, это вооружение, эта армия, которая введена турецкая, она, мне кажется, останется в Азербайджане. Это раз. Такая деталь. Вторая деталь. Ситуация, в которой сегодня находимся, все еще помнят события 12-14 июля, когда произошли столкновения на границе между Азербайджаном и Арменией. Причем именно между Азербайджаном и Арменией не на территории Нагорного Карабаха, не на каких-то спорных территориях, а на государственной границе. И это все еще как бы живо в памяти. И, насколько я понимаю, там перестрелки иногда происходят до сих пор. И, опять же, все помнят, что Турция – это единственный, как говорится, участник разговоров, который в открытую сказал, что мы поддержим Азербайджан вплоть до военного вмешательства, если надо будет выступить на чьей-то стороне. Потому что все остальные говорили как-то нейтрально, призывали к дипломатическому разрешению всех проблем. А здесь было вот такое воинствующее выражение. Это вторая деталь. Третья деталь. Турция на всякий случай, Эрдоган, в смысле, позвонил Путину. Он понимает, что Россия тоже внимательно отслеживает то, что происходит в Южном Кавказе. Потому что это зона, в общем-то, которая не безразлична России и не безразлична всему ОДКБ, куда входит и Армения. Правда, опять нюанс. Эрдоган звонил Путину тогда, когда уже армия турецкая была введена в Азербайджан. Но все же, в общем-то, был разговор. Мы не присутствовали в этом разговоре. Но вполне возможно, там как-то попытались точки над «и» поставить, что мы проводим какие-то учения. Россия говорит, мы понимаем, мы за этим контролируем. Но вы не забывайте, что наша 102-я армия находится в Армении. Как бы желательно, чтобы никаких таких эксцессов там не происходило на границе. Потому что вы сказали, что кроме Азербайджана, там близко к Баку, еще часть учений будет проходить в Нахичеванской автономной республике. А это практически на границе с Арменией. А вы знаете, из маневров перейти на военные действия очень легко. Достаточно несколько неудачных выстрелов. Когда ситуация накаленная. Поэтому, я думаю, все же, ни Азербайджан, ни Турция не заинтересованы сегодня, чтобы такое произошло на границе. Поэтому, я думаю, все же учения будут проходить с определенной, будем говорить так, аккуратностью, чтобы не подавать такой нехороший знак. Потому что, с точки зрения как бы вот этого морального пиара, что вот мы проводим военные учения, мы активно показываем, это я говорю о Турции, что мы поддерживаем Азербайджан. И вот мы вместе там делаем, вот это показываем всему миру, что вот мы здесь. Этого достаточно, будем говорить, для них. Потому что военных действий, мне кажется, не хочет сегодня никто, ни Россия, ни Армения, ни Турция, ни Азербайджан. И я надеюсь, что этого и не будет. А скажите, пожалуйста, вот почему у вас такая вот убежденность, или как минимум вы говорите, вы надеетесь. Но у вас же нет такого убеждения, и нету достоверных данных, что они действительно не начнут. Я почему спрашиваю? Вот смотрите, за последнее время Турция участвует в четырех конфликтах. Вот сейчас. Ливия, Сирия? Ливия, ну на Кипре, безусловно, Турция тоже участвует, да. Поэтому, понимаете, Турция спокойно может попытаться разыграть и Южный Кавказ. Потому что вот последние события в Москве, когда армянская и азербайджанская общины чуть ли не схлестнулись, слава богу, что пока все как бы затихло, да. Но не дай бог, чтобы подобное произошло, это будет кошмар. Вот. И говорят, вы знаете, в открытую, вот мы, я недавно брал интервью у президента Союза Армян России, который, в общем, системный человек для России, да, скажем так, он из, собственно, российской элиты, будем так говорить, и он обладает определенной информацией. Так он вот напрямую сказал, что организатором этих событий были непосредственно, значит, Турция и Азербайджан. Но контролировалось все и руководилось все как укловодом было азербайджанское посольство непосредственно. Понимаете? И я понимаю одно, что Азербайджан и Турция хотят, ну, как минимум, навести некого хаоса в России. Я понимаю, для чего они это хотят делать, но это в открытую делается, понимаете? Они хотят дестабилизации России. А почему вы думаете, что они не захотят фактически дестабилизации всего Южного Кавказа и вообще Кавказа в целом? Утем военного вторжения. Почему? Кто им запретит? Окей, окей. Смотрите, то, что мало ли чего они хотят. Понятно, что Турция на Южный Кавказ очень давно и внимательно присматривается. С Азербайджаном, ну, просто вопросов нет. Эрдоган каждый раз повторяет два государства, один народ. Вот, сегодня в Аджарии, в Грузии, не очень понятно, это Грузия или уже Турция. Там очень много турецкого бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Не хочу вдаваться в эту, как говорится, область. Понятно, что кость в горле это Армения, которая никакого отношения с Турцией никогда не будет иметь, пока всю историю не получится переписать с признания геноцида армян, извинений и так далее, так далее, так далее. Понятно, что поэтому вот это, как говорится, влияние на страны Южного Кавказа все у Турции не получится. Теперь вопрос, когда сейчас, почему не сейчас, а почему, то есть у вас вопрос, а вполне возможно, что может быть и сейчас, а почему бы не потом. Сегодня, смотрите, я не уверен, что Турция хочет сегодня раскрутки противостояния с Россией. Ну, не вижу я этого, потому как вопросы, даже когда они всплывают, противостояния, потом как-то они приглаживаются, да. То есть открытой конфронтации мы не видим. Да, есть разговоры, что за столкновениями 12-14 июля на границе тоже стояли инициаторы из Турции. Но это одно, а когда прямое вот такое противостояние, я не вижу. И Россия не заинтересована сейчас такого явного противостояния и с Турцией, и с Азербайджаном, кстати. Потому что Россия должна будет выйти на какую-то сторону выбрать. Более того, не надо забывать, что где-то 1,5 вооружений Азербайджана он получает из России. Это правда. Это примерно такой же, какой объем бюджета, военного бюджета всей Армении. Потому что примерно там я по цифрам 2 миллиарда, по-моему, в Азербайджане, порядка 400 миллионов плюс-минус в Армении. Я там последние данные не знаю. То есть в этой ситуации русские тоже не хотят терять такого заказчика. С Арменией у нас, в общем-то, как говорится, наш взгляд вот со стороны мы смотрим, отношения Россия-Армении довольно-таки тесные. И в этой ситуации Россия не заинтересована. Поэтому понятно, что Турк, это Азербайджан, может быть и хотел бы какую-нибудь молниеносную выигрышную войну. То, что было 12-14 июля, попытка не получилась, неудачная. И поэтому сегодня ситуация в Азербайджане очень сложная, экономически сложная. Вирус, который действует на всех, и на экономику, и на здравоохранение, и так далее, и так далее, тоже. Неудачная попытка вот эта 12-14 июля, затяжной конфликт Нагорного Карабаха, и вот эти все время обещания руководства Азербайджана, обращения к народу, мы сейчас добьемся, а им уже начинают отвечать. Вы уже 27 лет нам обещаете, что вы чего-то добьетесь, и у вас это не получается. И вот эта военная риторика, которая все время была у руководства Азербайджана, они сами себя как бы загнали в угол. То есть, они все время народу говорили, да, мы сейчас, сейчас, с другой стороны, у них ничего не получается, и какая-то ситуация такая непонятна, что сделать. Поэтому, может быть, если все зависело только от них, то есть, вот такая, да, система вакуума, то, может быть, и было бы опасно вот эти учения, которые могли перейти на что угодно. Я говорю, от маневра до военных действий несколько выстрелов. Да, да. И все. Но поскольку замешаны очень много акторов туда, и я тоже сказал, уже не надо забывать, это место такое, тут и Иран рядышком, ну, Турцию мы говорим, и Россия, а потом еще Турция, это член НАТО, Армения, член ОДКБ, то есть, понимаешь, когда начинают, это уже серьезные дела, не столкновения на границе, а военные действия. И тут ты уже не напишешь просто резюме ОДКБ о том, что территория Армения находится как бы, ну, в нашем ведении, да, безопасность этой территории. Надо будет делать какие-то шаги конкретные. Поэтому тут такая каша может завертеться. На основании этого, я думаю, сегодня, тем более вот после этих учений, оно, напряжение будет. Поэтому, я думаю, турецкие войска, я говорю, останутся до окончания российско-армянских учений, то есть до начала сентября, чтобы случайно как бы с их стороны российская или армянская армия случайно что-то тоже на границе не сделала, потому что они с таким же успехом тоже могут говорить, а мы теперь в ту сторону подозреваем. И очень хочется, чтобы вот после вот этих учений от них и вторых, то есть это в начале или в середине сентября, все же вот это напряжение пошло как-то на убыль, потому что я слышу, в последнее время проснулись члены минской группы и говорят, что готовьтесь, господа в Армении, господа в Азербайджане, мы там что-то решили опять попытаться с вами поговорить. Я не знаю, о чем они будут говорить и что предлагать, но по крайней мере они в общем-то сегодня об этом пытаются что-то говорить. Поэтому в этой ситуации надо аккуратно, чтобы прошли одни учения и вторые. Понятно, что много будет пиара, выступлений, бряться не оружием, какие мы крутые, сильные, и что противник нам не преграда и мы можем уничтожить кого угодно, но это та информационная составляющая любых действий, которые происходят в любых странах или в любых военных действиях или вот таких, как военных учений. После этого, дай бог, чтобы все прошло спокойно относительно, и все же нам нужно, чтобы вот эта зона стала немножечко спокойнее и более деловитой. И тогда и Израилю, в принципе, тоже будет в общем-то легче решать свои региональные вопросы. У Израиля тоже, как говорится, их находится целый комплекс. Непонятно, что мы делаем Турцией. Как у нас сейчас приехал посол Армении, как у нас начнет активизироваться работа с Арменией, в каких направлениях. Я надеюсь, азербайджанские специалисты расскажут, как они используют израильскую технику. В данной ситуации, опять же говоря, по 12-14 июля, можно говорить, что не очень удачно дроны используются. Правда, это уже азербайджанские. Поэтому, я говорю, Израиль за этим наблюдает, но, если так можно сказать, неактивно. Тогда у меня к вам другой вопрос. Вот геополитический вопрос. А столько поскольку вы анализируете ситуацию, которая происходит не только в самом Израиле, но и в регионе и в мире, вы наверняка задумывались над тем, какую роль играет Турция вообще в регионе в целом, в регионе Ближнего Востока, скажем так, и какую роль Турция играет в судьбе сегодня и в будущем, какой будет играть в судьбе Израиля. Я объясню, что я имею в виду. Вот смотрите, например, усиление Турции – это, безусловно, большая проблема и большая головная боль как для России, как для Ирана, безусловно, так и для Армении. Ослабление Турции – это, безусловно, очень благоприятное сложение событий для той же России, для Ирана и для Армении, да и для Грузии, по большому счету. Теперь для Израиля, который сегодня имеет очень напряженные отношения с Турцией, вот как вы думаете, если Турция, соответственно, сегодня начнет какой-то конфликт, я не знаю, дополнительный конфликт, и если она усилится в регионе Ближнего Востока, в регионе Южного Кавказа, что это даст Израилю? Это что-то положительное, отрицательное? И вообще, какой ваш прогноз, если Турция усилится? И какой ваш прогноз, если Турция, наоборот, ослаблена? Ну, значит, в политике прогнозы, вы же понимаете, дело неблагодарное. Когда вы задавали вопрос, я в первый момент, как на КВН, знаешь, задаю разминку, и сразу пытаюсь... У меня был тут же сразу ответ. Одним словом, разрушительное влияние. Попытаюсь как бы объяснить, из того, что вы перечислили, усиление Турции нехорошо или за этим наблюдают не очень выгодно и для Европы. Потому что сегодняшние отношения между Европейским Союзом и Турцией, которые периодически выставляют условия финансовой поддержки или переправления беженцев, с какого-то момента, когда она поняла, что Евросоюз ее принимать не собираются, то у нее как бы окончательно сложилась стратегическая идея, пока не мере это будет, пока у власти будет Эрдоган, становление региональным лидером, региональным лидером Большого Ближнего Востока. То есть, вы видите по всем действиям Эрдогана, что он творит. Значит, вот это все укладывает вот в эту парадигму. Поэтому сегодня еще бы не сказали, одной стране, которая сегодня очень напряженной складывается отношение с Турцией, это Египет. Да. А Египет очень сильное государство с очень сильной армией, кстати. И сегодня вопросы столкновения их, кстати, направлений в Ливии мы видим. Там чуть ли не противодействие сил Турции и сил Египта. Поэтому этот клубок, он такой, как говорится, затянутый. Ну, конечно, желательно его не разрубать, как делал, по-моему, Александр Македонский в свое время, откуда пошло это выражение. Тут все же надо пытаться ниточками вытягивать. Но есть проблема, что сегодня нету глобальных лидеров. У нас был когда-то биполярный мир. Были, помните, две системы. Потом стало практически, Советский Союз развалился, стал у нас лидером таким, с какого-то момента Соединенные Штаты стали, и какое-то продолжительное время так и было. Правда, сейчас Соединенные Штаты до сих пор считают, что они единоличный лидер, но оказывается, уже многополярный мир становится. Тут и Китай, который свои интересы, кажется, как щупальцы по всему миру продвигает. Европа, Евросоюз как таковой, как единый, по некоторым вопросам он выступает против Соединенных Штатов. Кстати, и задумывается, возможно, выстраивание своих отношений с Китаем, видя, как развивается Китай. Поэтому сегодня, что будет на Ближнем Востоке, вот большом, оно, я даже побоюсь, как говорится, в прогнозы как бы удаляться, потому что с одной стороны ниточки будут затягиваться дальше. Вот смотрите, мы, когда в Сирии начали все проблемы, да, был прогноз, и я об этом говорил, что Сирию поделят на несколько частей. Россия не возьмут свою территорию, там, где их база, Турция часть свою как бы попытается, западные, особенно Соединенные Штаты, учитывая, что их в первую очередь интересует нефть. Они как бы эти нефтескважины попытаются. И вполне возможно, что, честно говоря, давно заслуживают курды, когда-то, наверное, появится какой-то Курдистан независимый. Об этом говорили все, что все, Сирию разберут на части. Очень много экспертов об этом говорило. А мы видим, что нет, пока этого не происходит. В общем-то, да, есть определенные проблемы, но это потихонечку, в общем-то, огонь стал более медленный там. И проблемы, они как-то разрешаются. Я не знаю, чем они закончатся, но вспышки такой не получилось. Вполне возможно, что на каком-то этапе Турция, когда начнет стукаться в Восточном Средиземном море, это Израиль, Кипр, Греция, которые формируют какой-то такой треугольник, и периодически собираются и выступают, что у них есть общее мнение по поводу противостояния вот этой активности Турции, – это с одной стороны. Если, как говорится, тоже Ливия или Сирия, они поймут, что до какого-то этапа можно было идти, а дальше забор, и дальше их не пропускают, вполне возможно, их парадигма претерпит какие-то изменения. Потому что два варианта. или идти в лоб и добиваться, но тогда они, помните, у них была теория типа нулевых отношений со всеми соседями? Ноль проблем со всеми. Да, да, ноль проблем со всеми соседями. Но потом же получилось, что со всеми соседями у них проблемы. То есть поменялось на противоположное. Поскольку такие вещи происходят, вполне возможно, что в этот раз, на каком-то этапе, они начнут корректировать свои пожелания. И если они сегодня немножечко от Европы, мне кажется, да, они пытаются делать, но вот это в сторону тюркского мира, там как бы свое влияние развивать. Поэтому я говорил об Аджаре, поэтому я думаю, они вот, я встречаю просто, когда я бываю в Центральной Азии, сколько туда идет вложений, и я вижу вот это влияние турецкое там. То есть вполне возможно, что здесь, если в Европе не получится до конца, а уже маховик раскручен, им может быть придется немножечко повернуть на восток? Я, честно говоря, не совсем это имел в виду, я имел в виду немножко другое. Вот министр иностранных дел Республики Армения, господин Манацаканян, да, сделал недавно заявление по поводу того, что он, его немножко не устраивает то, что Израиль продает вооружение Азербайджана. Я не знаю, в какой форме он это сказал, приемлемый для дипломатического как бы деятеля, неприемлемый. Я сейчас это вот не хочу, чтобы мы обсуждали с вами, да, это пусть останется на как бы его совести. Но не форма данной ситуации интересна, а содержание. Вот посмотрите, смотрите, вот всегда говорят о том, что Америка, например, продает вооружение Саудовской Аравии в разы больше, чем Израиле. Но Саудовская Аравия не друг Израиля, ни в коем случае, да, и как бы Израилю это тоже не нравится. Россия является союзником Армении, но в то же самое время продает вооружение Азербайджану. Но от Азербайджана, так сказать, для России угрозы особо нет. И, в общем-то, смешно говорить об этом, да. Но что касается данной ситуации Израиля, я вот, на мой взгляд, я сейчас скажу, вы скажите, если я не прав. Азербайджан является близким стратегическим союзником Турции. Ну, два государства и единый народ, они давно уже 20 лет об этом говорят, взяты и так далее. Мы все прекрасно понимаем, что все, что интересно Турции, то, в принципе, интересно и Азербайджану, потому что у них единая цель – это солидарность, это, скажем так, объединение тюркского мира, в кавычках, да, потому что вся Центральная Азия не хочет объединения с Турцией, это понятно. Но, как минимум, Азербайджан и Турция хотят. Как вы думаете, вот усиление Турции – это не автоматическое ослабление Израиля? И усиление Азербайджана в то же самое время? Ну, смотрите, вы еще один вопрос не задали, но из того, что вы говорите, оно как бы следует. Что, господа израильтяне, вы даете вооружение Азербайджану, а он, в принципе, потенциальный ваш враг может быть, поскольку он союзник Турции, чуть ли не один и тот же народ, и если Турция воюет с Израилем, то и чуть ли не Азербайджан тоже станет в единые ряды с Турцией. Ну, во-первых, было столько допущений, когда вы говорили, я хочу сказать, что Израиль вообще ни с кем не воюет. Вот, если вы обратили внимание, мы не воюем, вообще нас не трогайте, мы спокойно будем жить, нам есть чем заниматься хай-тек, стартапы, все у нас хорошо, сельское хозяйство и так далее, и так далее. Поэтому я не вижу военных действий, как бы не изменялась бы ситуация вот у нас здесь на Большом Ближнем Востоке, что какая-то будет война с государством. Единственное, сегодня об этом периодически говорят в Иране, то есть, что желательно убрать с лица, в общем-то, или с карты такое понятие сионистское, как Израиль, но не более того, все остальные страны очень так аккуратно говорят, которые любят или не любят Израиль. Поэтому я не вижу, что кто-то может начать военные действия против Израиля, именно военные действия на уровне государства. Да, я знаю, что Турция поддерживает Хамас. К сожалению, мы это знаем. И мы противостоим, как мы можем, данной ситуации. Да, мы знаем, что Иран поддерживает Хизбалу, который находится в Ливане и Сирии. И мы ведем с ними определенные, в общем-то, зачастую какие-то действия на уровне военных, да, каких-то вылетов и так далее, так далее. Но это все, как лица попытка чужими руками, знаете, вот типа шапокляк. Вот укусить, испортить, что-то сделать. Понятно, что ни Хамас и ни Хизбалла не могут воевать с Израилем, потому что мы практически пока не отвечаем. Даже те, которые операции бывают, это точечные. Серьезно о никаких боевых действиях речи не идет. Поэтому на уровне военных действий против каких-то государств прошло то время, когда война Судного дня или война 1966 года, когда 4, 5, 6 арабских государств в один день нападали на Израиль. Это уже прошло, это ушло в историю. Как показывает ситуация, реальность, Израиль все равно существует, и по сравнению с 47-м годом, когда он принял решение о создании двух государств на территории Палестины, мы, в общем-то, выстроили определенное государство, причем территориально оно даже стало, в общем-то, больше, чем задумывалось именно после войн, победоносных с точки зрения Израиля. Поэтому я не рассматриваю вообще вот эту идею. А что будет, если вот эта страна нападет на Израиль? Я даже не рассматриваю. Естественно, мы будем участвовать. Но то, что Турция усиливается, с одной стороны, с другой стороны, то, что она поддерживает террористические организации, это, естественно, для Израиля определенный минус. И никакого тут радужного настроения у нас нет. Естественно, просто мы не можем ничего в этой ситуации сделать. Мы можем только через каких-то наших союзников, допустим, начиная с Соединенных Штатов и так далее, которые являются одними основными членами НАТО, как-то пытаться, чтобы они повлияли на члены НАТО Турции, что есть определенные, в общем-то, границы. И что дальше этих границ переходить нельзя. Поэтому, если в общем говорить, понятно, что для Израиля ничего хорошего в том, что будет агрессивное, мощное государство рядом с нами, Турции. Но с точки зрения безопасности как таковой, опять же, говоря о том, что возможность нападения на Израиль мы, по крайней мере, не рассматриваем, потому что, ну, да, есть эпидемия коронавируса, но неужели она убивает у всех умственные возможности, чтобы дойти до такого шага? Ну, все-таки 80 миллионов человек в Турции живет. Я, я поэтому и говорю. Поэтому, а в Израиле где-то 10, насколько я знаю. 9. Еще раз огромное вам спасибо, господин Цинкер. И вам тоже, дорогие друзья, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok